Разоблачение Пашиняна армянами. Как передает Бахиха Бартовин, на днях депутата армянского парламента Геверг Петросян разоблачил истинное состояние Армении. Он гласит в своем выступлении, Армению не вкладывается никаких инвестиций. Бизнес-среда практически бездействует. Представители среднего предпринимательства сегодня намереваются уехать из Армении. Просто границы закрыты. Если границы откроются, ожидается большая эмиграция из Армении. Поэтому пусть они поразмыслят над этим. Я призываю к серьезности. Далее армянский депутат, опровергнув все слова Пашиняна про демократию в Армении, заявляет. Власти заявляют, что они были избраны народом. Участие населения в выборах составили менее 50%, из которых 70% проголосовали за них. А теперь посмотрите, проголосовавшиеся за них, кто верит им сегодня. Обвиняя в власти, армянский депутат упоминает, как Пашинян отложил в сторону внутренние проблемы и продолжает спорить с Циркуяном. По словам армянского депутата, противник Пашиняна Циркуян говорил лишь о необходимости стопроцентной смены состава правительства в Армении. Вместо того, чтобы думать о наведении порядка в стране, они прицепились к Циркуяну. Стыдно уже! Сколько можно жить без самолюбия? Отмечая, армянский депутат в прямом смысле слова подчеркивает ничтожность Пашиняна, который живет без самолюбия. Напоследок, армянский депутат также отмечает, путь к смене власти – это отставка премьера-министра, чего мы добьемся по закону, а обратной дороги нет. Итак, учитывая ситуацию внутри Армении, Пашинян теперь должен доказать мировому сообществу, что в Армении существует демократия, о чем пафосно отзывался как премьер-министр страны. Но поскольку у Пашиняна нет собственной политики, и он пародирует Саркисьяна, не исключено, что он будет действовать так же, как он, а в итоге армянскому сообществу придется нелегко. Бакихабар ТВ, с вами была я, Улькар Фарманказы.